И снова здравствуйте, друзья! Мы с вами переходим уже на вторую серию сегодняшнего дня из трёх, которые будут. И тут и InfoMass против Crazy будут сражаться, и тут встреча будет явно не так лёгкой, хотя бог его знает. Crazy, они, ну, бумагами всегда оказались по составу, особенно крутыми ребятами, но, к сожалению, они очень плохо выступали на BTS, которые я смотрела. Да и в целом результат у них не сказать, что какие-то суперутешительные. Но InfoMass такие, они typical парни, скажем так, из Южной Америки, так что у них результаты, ясное дело, ещё хуже в любом случае. Ну, я очень надеюсь, что одни из них намного сильнее других. Надежда умирает последней, да? Да, потому что из того, что мы видели, походу, Quincy Crew, они же там следующую карточку будут вероятны. Да. Ну, они, походу, просто сильнее, чем ребята сверху, ребята снизу, хотя сверху неплохой состав. HFN. Ну, вот я об этом же, то есть вот Ауи играет, Брайл, то есть такие именитые ребята. Да, сверху неймы. Тут вот у нас кое-что есть. Смотри, смотри, смотри. Сейчас тут слаб такой, оп. Да, ну, по коэффициентам, видимо, не такой развал кабинетов, какой был на прошлой серии. 1.35 на Crazy и 3.05 на Infamous, париматч говорит. Но здесь, я думаю, в принципе, до равного может быть переобувочка, потому что действительно Crazy, но они кому только не проигрывали из того, что я смотрела. То есть они не такие уж и плотные фавориты, на мой взгляд, лично. Ну, конкретно в этом предустоянии они смотрятся сильными. Но только потому, что у Infamous там как бы вот тоже не все очень хорошо, следовательно. Они за счет неймов выглядят посолиднее. Приду пики у них интереснее. Тинни и ферст пик. Видела, видела. Видела. Ну, Тинника тоже сейчас частенько стали брать. Четверочка такая перспективная. Вот у Infamous, я смотрю, так много урона уже под легионку есть. Два ультимейта, которые пробивают БКБ. Так вот уже солидное начало. Да, ну в общем, в любом случае, тут видно, что 1.35 на Crazy, 3.05 на Infamous. Это как бы первая карта. Пристреливаться пока, да. Да, присматриваемся. То есть пока снизу довольно-таки неплохой раздрафт. Герой хороший. Линии сильные. Защита на легкой. Дикая линия сложная, при этом Лина еще и флексит. Она может пойти как в центр, так и в сложную линию. Поэтому пока снизу все симпатичненько. Ну и Леон наверху. Леона тоже стали довольно редко брать. Хотя, ну, у него есть свои неопровержимые преимущества. У него есть два контроля. И в этом его суть. И ВК появляется, который в целом просто не боится ни ульты Бэйна, ни легионки. Просто потому, что после этого он встанет и по щам надает. Топорно, но работает. Довольно рано его, кстати, открыли. Учитывая то, что стадия банов уже прошла. Они могли его оставить на второй драфт. Но, возможно, они боялись то, что Инфамаса заберут. Они в целом с ВК тоже довольно активно катают. Честно говоря, какая-то фигня. Потому что рискинг он пока не такой сильный. Его все еще нужно хорошенечко подапать. И есть еще героев, которые хороши против рискинга. Но есть те, которых он закрывает. Условно говоря, какого-то Войда уже не хочется брать. Но я думаю, здесь Войд уже бы ни в какую кассу не вписывался в пик Инфамас. Ну, точно не с Легионом Командером. С Легионом Командером хочется иметь кора, который вломит хорошенько. Прямо въедет. Например, Морфлинг. Да, таких еще на Ваун. Тут и Морф, и ПЛ еще в доступности. И какой-нибудь, я там не знаю, кто. Нага та же самая. Хотя не знаю, как тут про нее вспоминают, не вспоминают в Америке сейчас. То есть коров-то закрыли не так много. По сути, убрали с Ларка. У кого-то тут у нас еще. Ну, с Петру, например, и тролли. Из таких ультимативных вариантов. Хотя тролль тоже такое. Местами. Кайтящиеся животные. Ну, в любом случае, ребята снизу вообще ничего не знают. Тиня может пойти в центр, Тиня может пойти по суппорте. Тиня при некоторых раскладах может даже в сложную пойти. Как троечка инициировать. Поэтому снизу нужно просто брать мобильниче, универсалыче. Как раз против Пупра. Это не то и не другое. Это типы героя против Рейс Кинга. И он же грант. Вряд ли они просто столкнутся до 20-го левела ВК. Как-то так серьезно. После 20-го ВК уже будет, в принципе, пофигу на его монобрейк. Там уже потом больше решает то, что антимаг по мобильной замесе. И он может просто команду побивать быстрее, чем ВК каута убьет. Если они конкретно будут драться один в один, и никто им не будет мешать, то там, естественно, Башер. Ну, а в будущем Эбисол переигрывает любой слот на ВК. Точнее, перескеливает. Следовательно, не знаю вообще, на самом деле, балуются ли они с Рейс Кингом четверкой. Но было бы классно сделать, например, Рейс Кинга четверочку. Там, допустим, Тинни Миддл, Леон Пятерка. И сейчас здесь герой, который убивает антимага. Было бы круто. Это был бы такой суперфлекс. А кто убивает антимага? Любой герой с хорошим физическим уроном. О, ну вот контроль по антимагу как бы приехал. Это типа контроль, но против Легион Командера средняя. Да. То есть хорошие герои. Ну, Легион Кочистит от многого, и в этом проблема. То, что здесь толком не законтролить антимага. Поэтому пока антимаг смотрится нормально. Да, антимаг по жизни как-то вот это герой все-таки больше исполнения. То есть, если он будет находить моменты, где пофармить, если его команду давят, если он будет находить, куда спрятаться, когда его команду прессуют, он и не с такой помойки выберется. Я вот на днях в Азии такую каточку смотрела. Это просто было, скажем так, антимаг и ненадшел, который переиграл 40 тысяч преимуществ у соперника. Вот именно потому, что вся его команда просто на дне была. А он, наконец, там минут 20 СВБ вынес, и потихонечку-потихонечку, и там еще мота с Абисалом, и он начал уже всех и убивать. То есть, по сути, антимаг, он в целом неплохо терпит то, что его команду поддавливают, но желательно, чтобы все-таки ее не слишком сильно давили. Чтобы играя 4 в 5, они не прям все в салат проиграли. Хотя вопрос еще, насколько это будет 4 в 5, учитывая то, что ВК тут может пойти через какой-нибудь тоже тяжеловесный билд там в стиле Reddience, вот это вот все. То есть не через армлеты и что-нибудь простенькое дальше, а вот именно такие вот артефакты, которые требуют больше времени на фарм. Так что, может быть, и 4 в 4 будут драться. Ну, вообще, будем честны, на месте Крэйзи было бы здорово, здорово, наоборот, поддавить. То есть просто собираешься минуте на 20-ой. 20-ой, 30-ой с 12-ым лвлом Бесмастера, 12-ым лвлом Рисминга, и идешь драться. Форс Шайма на драке, пока у него нету БФа, манты и... ...был бы здорово. Откидываться снизу может только Лина и Регион Коммандер? Продавить сложно, да. Это немного проблематично. То есть если вырубить Лину, то продавливается легко, а вот пока Лина стоит сзади и сбывает, то сложно что-либо сделать. Крипы смываются моментально. Да вот проблема в том, чтобы давить, нужны тоже какие-то блинки, что ли, не знаю. То есть нужна какая-то мобильность, чтобы и Бейна подконтролить, и Лину вроде как не давать, ей особо станами спамить, и Легионка, чтобы тоже свою дуэль не нажала. Вот именно много контроля, и это может стать проблемой команды Крэйзи. Ну, опять же, здесь очень многое зависит от исполнения, как в любом другом регионе сейчас особенно. Можно как угодно заудрафтить, но потом сыграть просто как очень плохая команда. Наласецкую кунку придумали, которая тоже, по идее, антимага может ловить. Тоже условно, учитывая присутствие там Легионки. Местами она может очень сильно помочь. И Инфамос остается взять себе кого-то на мид в ответочку. Ну, Лина, опять же, может до сих пор оказаться медовой, но, судя по бану, Крэйзи рассчитывает, что это все-таки будет именно четверком. Я бы МК брал. Я бы МК на мид брал для Инфамоса. Ну да, против кунки хорошо стоит, в этой игре много, да, уже. Да, в целом четыре милечника там арену разложил, да. Если они дико не на фиде, то снизу все хорошо по драфту. Жидновато немножко, но вот реально, если одеваются, ну, если у них нетерсы раны, там минутина 30, то там МК в целом полкоманды в сфол закапывает ареной, а там еще АМ, Легион, команда, рух. Ну, хороший драфт. Ну, учитывая то, что в последних вот этих патчах, ну, в принципе, все время, с тех пор, как изменили глиф так, что через глиф Т2 и Т3 вышек очень трудно пройти стало, мне кажется, игры заканчивая за 30 минут, это стало трудно, трудно. То есть, разве что, только если кто-то ГГ раньше не напишет, из-за того, что слишком сильно пройдет. Ну, прошлую игру, вон, закончили за 30 минут, и до этого игра заканчивалась в целом за 30 минут, просто ребята чуть позже зашли на базу. Ну, да, то есть, там, они доминировали настолько, что могли это сделать. Но здесь просто соль в том, что терпеть до слотов антимага в целом реально. Ну, я бы не сказала, что все плохо у Infamous, они достойны, там, этой тройки коэффициента и прочего. Мне кажется, он сейчас подопустится, но мы посмотрим. Я бы сказал, что они просто жадные. Вот и все, это единственный их минус, то, что у них Легион Командора жадновато вписывается во всю движуху, потому что айтому нужно как бы и ей. Вот, например, снизу бисмастеру ничего не нужно, просто, там, качал ауру в четверочку, собрал какую-нибудь ладнерс и пошел. И даешь ров в замесе. И дальше бафаешь пацанов. Легион Командора, чтобы быть умер полезным, можно иметь 200 урона. Чтобы иметь 200 урона плюс. Надо собрать шмотки, да. Да, надо собрать шмотки, там еще. А ему хочется, в общем, надо потерпеть снизу. Я не знаю, кстати, умеют они терпеть или нет, я уже давно не видел Infamous. Я тебе тоже не могу так просто сказать. Я их видела пару недель назад, но... По-разному у них бывает, то заходят, то не заходят. Как-то тоже не самые стабильные парни на свете. Вот Thunder Predator все из Южной Америки хотела бы выделить положительного ключа, который, ну, заметно то, что там парни стараются, вот это вот все. А вот про остальные команды я не могу толком ничего ни хорошего, ни плохого сказать, потому что слишком по-разному они в разных катках себя показывают. То же самое и Crazy. То есть они иногда такую соль заливали, что думаешь, ну, наконец-то, они должны это делать. Но из того, что я смотрела чаще, они вот были вот именно... Я смотрю на их состав, смотрю на вот этих всех людей, которые здесь собрались, и Кизу, и Ау, и Брайл, и Миндер, вот это вот все, и думаешь, ну, как же так? Мы все потеряли, Юра, как так? И здесь пока у нас видим за Курьером, а-ля, в Манки Кинговском погоне. О, он фиданул. Хотел, да, форму свою применить, мещив, но переиграл сам себя. Ну, ладно, 25 каждому, в принципе, вот так вот сатенчику отдал. С небольшим. Снизу будет испытание для Леончика. Не самый приятный лайнам. Приходит Леон, там стоит Лина, Лина бьет, душит. Пять брони. Ты выкупаешь пять брони? Выкупаю. Стрелка, у которого 60 урона. То есть пять брони, 60 урона. И раньше атаки 670. Как вообще Леон будет бороться с ней? У Леона 600? Да, и что Лина, что Бейн, это два таких вот саппорта, которые очень хорошо тычкуются, хорошо впитывают, плотненькие такие поначалу. Особенно Бейн. Вот, Лина, она, дай боже, как прописывает. Ну что, я, кстати, хотела посмотреть, как там ситуация по кэфам после драфтов. И удивительно, но она не изменилась. Так, тут у нас что-то как-то это. Вот так вот. Да, 1.35 на Крейзи и 3.05 на Инфамас, на первую карту, предлагает. Ну, это как-то, не знаю. Возможно, это смело слишком, но увидим сейчас после стадии лейнинга. Возможно, уже наполовину дела будет понятно, насколько здесь реально Инфамас что-то смогут сделать. Но пока смотрим. Нижняя линия. Пока подтягивается. Да, только Леон, которому как-то сказал, будет трудно. Ну, и миличный ВК, которого в целом, ну, такие вот герои, как Легионка и Лина, вполне могут до 6-го левела пытаться убить, пока у него реинкарнация не появилась. Ну, или даже после 6-го, если он ее не будет вкачивать в какой-то момент. Слишком тычки от крипов получает Лина с Легион Командером ошибки. Ну, ошибки. То есть, по-хорошему, Лине нужно просто бить Леона один в один и делать одинаковое количество тычек, попадать станом. В итоге станом она не попала, и тычек Леон носит больше непорядок. Ну, она там наугатого как-то давала этот стан, пустоту. Так что, в целом, я думаю, у нее особо-то и не было какого-то желания попасть, прям так на 100%. Ну, вот HFN тоже огрызается, тут станчики какие-то откидывают. Это хорошо, когда нет желания попасть у саппорта на четверке, безамбициозный, да. Да, да, просто кинула на руки и пойдет. Ну, короче, пока снизу лайн заливает у нас, потому что Лина явно не доигрывает с Леоном. Легион-коммандер ловит стан, когда он находится в окружении четырех крипов, из-за этого он получает лишний урон. И снизу на скеле. Да, на миде я бы тоже сказала, что у Брайла ситуация не легче. То есть здесь, в принципе, так стоит. Вот этот парень, которого мне все время хочется назвать Кху, он стоит так, как должен МК стоять против этого кунки. Он уже из него Регенчика так прилично понавубивал, уже фласку заставил нажать, уже Тангусики проезд заставил. И, в принципе, вот Брайла не подходит к крипам. Он никому ничего не должен. Ну, это понятно. У вас прям есть такое, что все-все-все должны быть. Так, я же не говорю, что он так и отстоит. Я говорю, что, типа, на бумаге он бы стоял вот именно так. А бумага, да, с реальностью не сходится. Это совсем другое. Так, я говорю, должен быть со слагателем наклонения. Не надо. Не надо. Так, Мунминдер у нас тут пока красный. Кстати, скажем, он красавчик. Он просто очень хорошо стоит в медиа, он реализует своего героя. Понятное дело, что кунки нужно здесь будет хорошенько попотеть, чтобы, в принципе, пофармить. И для этого все необходимые ресурсы есть. На то меня закидываешь торентик. Под торентик подходишь, даешь пичку стайтблингера, пропушиваешь линию, забираешь какую-нибудь рунку. И вот так вот раз за разом можно кушать линию. Да, и, например, подфармливать лесок. Брайл так вот с Ивови играет. Вот именно лесочек подфармит. Потом подойдет пофармить то, что ему под вышечку придет, ожидая, когда крипы резнутся. Ну и там у него брасерки, все как обычно будет. Тут Манкикинг пока линию пытается как-то немного держать, поддонать крипов. Не знаю, кстати, он успеет задонать. Да, успел. Красава. Получилось. Антимаг у него все хорошо. Фармит отлично, крипов добивает замечательно. И даже в два раза больше крипов, чем ВК добил уже. Как-то у него здесь успелось наработать. Хотя кабаны его немного поддушивают. У него суппорт очень сильный. Он и Тинника прогонит соло, и даже с Бессмастером может побороться. Пока Бессмастер 5 левел не возьмет. О, Тинник, кстати, улетает на центр. Да ладно, неужели он выкинет? Нет, МК. Поехали. Хорошо, там, правда, палка уже есть. Набил себе пассивку Манкикинг и закинул. Блин. Бэйн отверзблат упустил, мог пищку дать. Но в его случае неплохо. Да. Третьянулся на центр, МК отхилился, Тинни потратил много-много времени, у Тинни сапог, надо бы умереть. Конечно, хотелось бы просто его убить, но с Джинглмастером не повезло, что он уже настакать успел. Хотя это было видно, но, возможно, рассчитывали, что успеет его убить до того, как он закинет бандл-стрейк. Но не получилось. И дабл-демаж законтролил МК, поэтому подходить здесь брайло вообще никуда не стоит. И, как обычно, пойдет Листочка фармить, а МК пока со своим дабл-демажем крипов под вышкой пофармит. Тоже ему, в принципе, приятно. Ну и ждем, когда у нас тут баунти-руны появятся. За них в целом борьбы какой-то особо не наблюдается. Самое главное для команды сил тьмы, чтобы антимаг хорошо крипов добивал, а он пока, кстати, справляется. Все остальные тут уж. Хотя, в целом, если смотреть по крипстатам, то видим, что топ-3 — это именно коры команды Infamous. То есть, что, а крипов они пока бьют. Из новостей снизу, теперь Леон промахивает со станом. То непросительно. И, короче, такая линия, где, в общем, люди машутся пылами, и никто никого не может... Интересно. На Леоне как-то в отличие от какого-нибудь Никса достаточно трудно промахнуться. Он сумел, он сумел. Понимаете, мы даже, ну, как бы не будем поминать, что он чемпион, там, одного из НТОВ. Как бы старость берет свое. Он, на самом деле, да, учитывая то, что там уже и тренером успел побывать, вот вернулся в ДОТ-ку покатать. Уже, не знаю, наверное, год как, хотя, может, даже чуть-чуть побольше. Не могу вспомнить, какие составы у него были. Я помню, что он с Энви одно время катал, вот это где-то было еще в конце прошлого сезона. А так и не помню, когда он уже обратно ворвался. Ну, и такой больше, скорее, вот, действительно, на позиции пенсионера в команде присутствует, но будем надеяться. На пятерочке, на пятерочке занял уважаемую позицию. Да, и на уважаемую позицию. Леон у нас пошел сталкерить Манки Кинга, но на самом деле Манки Кинг, это был бы рад этого Леона прибрать сам. Но в одиночку он не справится, не законтролит просто его. Леон с Тиней были бы рады убить хоть кого-то, потому что бегает один и второй саппорт, лес они особо не формят, они все, что могут делать, это убивать героев. И за счет этого подниматься по XP, там пока Тиней не получит level, и мы видим, что очередная попытка, выкидываем легиона, и он просто ноге валит. Первую про... Да, первый прожал, про атаку все нормально. Короче, ну вот так вот обстоят дела у Тиней. Вроде бы сделал все возможное, вроде бы выкинул, казалось бы, герой должен умирать, куча дизейблов, но огневой мощи не хватает. И до сих пор у нас 6 минут прошло, так и первой крови не случилось, так что настал момент такой жирненький приз получить с этого фрага. И вот как раз-таки на Леона, и мне казалось, что и хотели выйти. Многообещающая комбинация могла бы быть, если бы Бэйн Найтмэр кинул, но, к сожалению, то ли не дотянулся, то ли не пытался, то ли ждал, когда он подальше выйдет, подставится, не дай бог, под кого. Но тут получается у нас такая массивная атака со стороны команды Сил Тьмы, но и Крэйзи здесь тоже уже троих стянули, так что там, в случае чего, подтянулись бы тиммейты и помогли. Наредко спокойная игра. Попытка номер 2 убить Легион Командера, прокнул Грид. А еще разок прокнуть? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не, не проколосил. Еще разок не прокнуло, жаль. Тысяча шансов было, и ни разу не прокнул, да. На Гребе зато прокнул потом. Ну вот сейчас прокну. Боблеск? Да. Легиончик ушел. Так, ну а Мунминдер пока там, да, на миде экспица, пока Кунькевич отошел на топ, что он здесь грязный такой хочет сделать что-то под ультубиста, которой у нее, правда, нет, потому что он ману потратил, но он отпивается пока, так что в процессе ее получения Некрономикон уже собрал первого уровня. По героям Некрочи стали бить больнее, и я думаю, что в какой-то момент это оценят у нас ребята из Infamous. Вот давление пошло, Бесмастер работает. Ну да, кстати, он вот когда на Нетверсу только перевелась, смотрела, он был на первом месте по Нетверсу, а вся остальная команда была где-то на дне за остальными. Но теперь, видимо, Куньк подтянулся. Лесной фарм дает о себе знать. Там и ВК не сказать, что далеко ушел. Он даже обогнал антимага. Но антимаг, понятное дело, он ДБФ может и на равную держаться, может и отставать. Самое главное, что будет делать ВК, когда уже БФ появится. А сам ВК, вот у нее перчатка есть. Ну что, мне кажется, эта заявочка пахнет на Армлет. Пока что. Похоже на то. Хотя можно вот так, просто здесь перчатку... Ну, учитывая то, что у нее еще Фейзы есть, наверное, вот этот урончик тоже он в драку будет вкладывать. Но в общей сложности хотелось бы от нее какой-то вот именно билд для боя иметь в виду. Ну, хотя вот раньше перчатку любили брать просто так тоже, чтобы побыстрее фармить. Хотя сейчас, я смотрю, чаще предпочитают брать какой-нибудь кастет. Вот этот вот, наклс новый, который появился вместо... как составляющей МКБшки. Там как пойдет. Деньжек много, можно и кастетик прикупить. Если денег мало, то можно купить бюджетную версию. И пчаточки. Так, а что у нас по коэффициентам? Они все так и продолжают не меняться. 1.35 на Крэзи, 3.05 на Инфамас, на первую карту. Ох, но ситуация на самом деле такая ровная. Да, кстати, ребят, там бонус к депозиту у нас под трансляцией баннер, на него кликаете, чтобы получать. А тут хочется, наверное, сказать, что Крэзи, ну, в целом, по деньгам пока давят, и то есть действительно они могут набрать свои стартовые артефакты, чтобы поддавить и в дальнейшем. Атимак тут пока смотрел, как, кажется, кунка, а вот и первая кровь. Да, правда. МК зарабатывает денежку. Ну, 300 золота снял, да. Кунка без корабля. Кунка без корабля еще нагляет на рун и выходит. Ну, он бадбабом был, может, из-за этого не боялся. Хотя МК, который настакает пассивку, он может настучать еще как. Лина Инвиза контролил внизу. Нужно кому-то играть с бейсмастером. Там, либо Тинни с ним бегает, либо Алионом, потому что бейсмастер по-прежнему стоит, у него по-прежнему умеет с ультимейт. Он очень больно бьет со своими кабанами. Там у одного 64, у другого 64. Много-много урона. И надо как-то рор в кого угодно и убить. Например, рор и проказ Тинни. Потому что бейсмастер, он себя реализовал убив. Они хотят антимага зацепить. То съесть. Кизу накричать хотел, уже замахнулся, но не успел. Да, не лучшая цель. Короче, вот. И второй момент, что если бить антимага, отужать на слюнном, чтобы он дал хекс и амги нажал на щит. Либо, ну, либо, допустим, напасть на таужемка. МК быстро рассыпется. Хотя уже не быстро, слушай, он тут приоделся. Фейзики появились. Броня есть, хорошо. Ну, выброни, кстати, у него 10 на 7. Да, действительно, там он еще и сабельку себе будет прикупать и будет очень опасный парень. Но сейчас на него корабль летит, очень много дэмэджа получил с него. Ему должен умирать, по идее. Да, палку в этот раз не успел откинуть, так что там вообще ничего ему не светило даже забрать в размен. Но видим то, что один в два разменялся этот теник, пожертвовал с собой ради того, чтобы его кунка поднял денег. Да он и сам неплохо поднял, в принципе, 200 золота с этого файта. Ну да, ну вот более-менее. То есть пошли, кого-то нашли, кинули и победили. Они так и ходят толпой. Вот видим то, что начали с бистом что-то делать. Бист по-прежнему хочет накричать и снова замахивался. Но потом отменил, видимо, понимая, что расстояние до антимага такое, что пока он добежит до него тычку дать, то явно не убьет его за этот дэмэдж. А тут-то у нас дуэлька от легионки пошла по Брайлу. Но Брайл очень крепок. Брайл прям суперкрепок, не получается его забрать за дуэль, но в целом получается фраг нарисовать. Правда, его Ассель забирает. И Ауе будет следующий подставляться. Он как-то здесь далековато зашел. Тычечка, задувочка, еще тычку бы прописать. И никто не пропишет? Серьезно? Ой, на хайграунд ушел сейчас на второй. Нет, остановился, хотел апкрипа убиться, но это желание его погубило. Ну, удары вообще молодцы, они отбиваются от окраси. То есть, понятное дело, что мы не требовали от них выигрыша линии, хотя на линиях они тоже постояли достойно. Но сейчас в гейме есть две проблемы. Первая — это вижен без мастера, FlyVision, который показывает всех. И второй — это Кункевич, у которого крестик уже в троечку, он любого цепляет и не уйти. Поэтому если вот у них получится расставить хорошие-хорошие варды, чтобы они просто видели, где бегает Кунка, это самый опасный герой вот именно сейчас на зацеп, то у Эмб будет временно фармить БФ плюс один слот. Ну, он уже, в принципе, половинку так осилил. BroadSword сейчас потихонечку дофармливает. И дальше Клеймора останется, и все, финишная прямая, в принципе, уже проходится потихоньку. Ну и при этом он ставит не так сильно только. Это только единственное, перестарались с вардами снизу, то есть вот прям три варда поставлены, раз, два, три — это имхо перебор. И одного варда сверху, и сверху могут выполнить любого. Да там-то один вышку забрали, вот, и, видимо, антимаг пока держится, только наверив то, что дальше не пойдут. Но он сейчас пытается как-то по Саевове фармить, вот именно ближе к миду такие точки. И он еще даже что-то находит на линии, что можно добить. Ну, в общем, у него кач идет в целом, его трогать-то особо не пытались, пару раз замахнулся на него рыком бисмастер, это вся агрессия против антимага. Так что против него работа какой-то не ведется особенной. Да и трудно ее вести. Ну, ладно, антимаг доволен, чего он будет. Ну, он только рад. Я смотрю на эти разные башеры у антимага, мне это все время напоминает, знаешь, как разные шнурки на кеды надевает, вот, так же разные башеры. Ну, не башеры, это один башер, другой типа, как бы, манта вместо клинков его. Так, и Брайл у нас тут поцепил Майкла, и Майкл, ну, должен умереть. Да, но Ауи тут цепляют через Ашфинс Гри и решили на него выдать, но это чтобы вот зафармить для Попита дэмэджа. Так что, два ультимейта отдана, инфа есть у Крэйзи, самая свежая о том, что нету двух ультимативных способностей очень крепких, и идет поэтому убивать Асселя Брайла, и убьет же, последняя тычка буквально осталась, да же ее, да все, есть тычка. Разменял свой вот Ауи. Бонка работает, прям отрабатывает. Пошел одного, два, два, три. И что, приятно, есть бюстмастер, который отлично ломает вышки. Кого-нибудь убил, сломал вышку, кого-нибудь еще раз убил, снова сломал вышку. И сейчас вот эти вот варды, которые стояли, один, два, три, они по сути вообще ничего не дали. Вот стояло три варда, все равно Радиенты напали первые, все равно Радиенты убили двоих, забрали вышку, в итоге грош цена этим вардам, а сейчас вся эта делегация перемещается вверх, как раз там, где больше всего парма, и естественно, сверху никто фармить инфолмас скидаст. Ну тут Крэзи пока отнимает стакенчинтов, да, очень вкусные. Тиммейт нажал. Интересно. Кто? Атимак. Атимак? Кого? Крибов. Перспективно. На колдаун поставил, так сказать, чтобы от него ничего не требовали. Так, он даже клеймор купил, сейчас уже бродсворд почти готовый, так что боевчик у него с хорошим таймингом будет сейчас появляться, отставание от ВК, по-прежнему все те же 400 золота, ну и понятное дело, что он ВК обгонит так же быстро, как появится этот топор, клинок, не знаю, как секира, как его назвать лучше. Ну, на месте Радиент можно и дальше идти, то есть, ну, надо зайти в вражеский лес, как бы, там птичка есть. Птичку послала, она посмотрела, все увидела, показала, где находятся противник, показала, на какой елке сидит МК, и на яичек рываешься. То есть, довольно-таки, простое действие для Крэзи, чтобы зайти, захватить вражеский лес. Естественно, они сверху мечтают о том, чтобы побыстренько убить Рискинга, но нет. Но тут вся команда потянулась со спины, так что наоборот щипцы будут зажимать, сейчас пытаться Антимага. Антимаг не получил свой никак не засейвить, ни сам он не успел контур спала накинуть, так что его забрали через палец от Леона. Леон получил бонусный дэмэдж, он доволен. Ну да. В общем, все лучше сделали Крэзи. Очень долго стояли инфу, мы смотрели на Рискинга. Ну а ты первый такой плохой. Ну да, да, да. Я считаю, что туалет захвачен. Что-то бегает БМ, бегает Рискинг, естественно, никто не хочет иметь дело против данного зоопарка. В идеале еще и Вычку тут снести, они могут снести. Да, третий Нейкранный кон есть, куча рыботяг рядом, поэтому должны на Изичах сносить. Ох, сейчас подфармил немного тут Папита. Сейчас еще раз закинкли. Ну да, в любом случае они появляются, под аурой Бисмастера они бьют очень босс, больно, наверх, но вот проблема этих героев, что они хотят подниматься. Папита пожадничал, захотел 150 рублей с Некрача, но их получает, кстати, Майкл по итогу. Папита-то может и умереть. Сейчас Крит еще второй подряд прописывается от HFN, но Папита все-таки выживает. Этиник успел погибнуть, причем погибнуть от антимага совершенно с другой стороны карты на баунтосах, которые хотел собрать. Но при этом все равно остается здесь шанс забрать тавер. Тут все-таки у нас уже ресурсы стянули все, какие только можно. Новых рыботяг выпустили, его кизут. Скоро там, Некрачи, через 10 секунд будут. Ассель. Асселя зацепили. Ничего не жалко для родного. Кораблик закидывает, еще и Папиту задел, а там где-то в стороне у нас ультанул Манки Кинг. Вообще никто даже не собирался в этом направлении идти, поэтому ульта получилась совершенно в пустоту, но Брайла подцепили все равно через финсгрип под тавером. И забрали. Ну, идти дальше. Дальше было бы здорово идти, но у нас видно, что антимаг рэп скипает. Начинаю тут заниматься тем, чем обычно антимагии занимаются. Главное, что кунг мертв, поэтому поймать его очень трудно. Ну, опять же, там уже бы ему очень трудно замахнуться на антимаг, когда антимаг имеет почти мгновенную мгновенную анимацию щита. Кстати, выходит на легенчика. И легенчик. Реал, малыш. Да, я здесь уже никуда ему не выбраться, по идее. Хотя, может, отбежит как-то. Мога размассить, размассить и вторую кинуть для себя. Да, блинков никаких нет, ничего нет. Убежал. ВК даже не стал тратить время. ВК его на среднем собрал. Только что. На 16-й минуте тоже тайминг хороший. Ну и с реденсом надо уже пытаться как-то воевать еще активнее. Может, еще какой-то заход на эту двоушку сделать. Если он на миде уже драка... Мунминдер еле живой ушел. Впитал в себя что-то. Ну и Папиту решили зацепить. Накричал на него Кизу. Станчил сверху от Майкла, чтобы никто не подошел. Но Брайл все равно подходит и через корабль забирает Папиту. Папит как-то у него прям вообще игра не пошла. Смотрю. Он либо на грани смерти вечно, либо уже умер. Но с дуэлей демедж он все-таки две штучки где-то выиграл. У него по вещам не так плохо. Главное сейчас как-то захолодиться, перестать вписываться за каждого героя и просто дофармить блинг, чтобы он наверху кого-нибудь затонул. Учитывая, что у него в команде Лина, он может почти всегда прыгать. Может даже суицидиться. Главное, что он кого-то убьет, получит лишний демедж и его такие расклады устраивают. Так, знаю, что Ауи здесь можно найти. И Инфамас находит Ауи. Будут его убивать. ТП сюда кто-то сделать не сможет. Зато есть уже Мунминдер, подошедший пешочком. И Мунминдер может забрать Асселя, но решили не жадничать. Кизу тут просто своим зоопарком пытается это сделать. И, в принципе, успевает в своих начинаниях. Топоры на всякий случай накинул, если Арчер не справился бы. Не кратч. И все, размен есть. В целом тоже опять пятерка на пятерку. Ничего такого сверх экстраординарного. И Манккинг остается, видимо. Такое ощущение, что он хочет не кратчей. Опять пожадничал. О, его так тоснули. Вернули обратно. На Торрентик. Забрали Майкла еще напоследок, который спалился таким образом. Ну и все. Здесь уже минус еще. Кор оказался с аппартом придачу. Вот это уже неприятная история. Да, Инфомос боролись, пока МК сел на елку. Его бессмастер нашел. Вот конкретно в один момент ему нужно просто завязывать с елками и сидеть на них. Потому что иначе слишком легко достать. Да, спалили контору. Флайвижн, вот это все. Оно очень много импакта делает против таких любителей посидеть на елку. Так, попитываю. Увидел Брайла, испугался, ушел. Не знаю, сколько там народу. ВК вообще один тусуется уже минут пять наверху. Никто на него внимания не обращает. Радик выключил, причем я смотрю ходит. Так, теперь включил. Мне кажется, на осле можно ворваться. Станчик. И критуль по ним прописать. Хорошо, напоследок. Дальше будет у него появляться уже алибарда. Тоже способ критить антимага, в случае чего способ легионку как-то закрывать, если вдруг она в кого-то закинет свою ульту. И манки Кинга тоже, в принципе, можно повязать таким образом. То есть артефакт хороший. Возможно, даже стоит и кунке об этом подумать. Да, кунку уже собрал алибарду. Отлично. Две алибарды на команду. В целом достаточно. Ой, какой я этому хороший антимагу. Ой, 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 ой. Блин, антимаг будет сильным. 4000 голды это... Ну, это немного. Да, ну для него это ничего. Учитывая то, что он только начал вырываться вперед. Его реально не трогают все время. Да, как это в рейди у нас на Роскинг это, конечно же, уважаемая вещь. Кстати, неправильно делать, что сбил от Рошана, потому что не фума с драться опять не готовы. Но Роскинг не перемещается так быстро, как АМ. Блинг какой-то, да. Естественно, да. Он, естественно, в один момент начнет очень сильно пристать, если не будет, типа, героев или по кулдауну забрать вышки. Поэтому АМу надо торопиться. Все делать побыстрее. Понаглее. Ну, сейчас как раз у них есть Аегис. Они могут себе позволить понаглее. Добить-то два вышки. Антимаг это не остановит, к сожалению. Надо его как-то на хайграунд уже стягивать после этого. Но за один Аегис, наверное, не успеют. Я не знаю, где антимага искать. Они сейчас его видят на Флайвижене, опять же, от Ястреба, Кизу. Ой, и упустили его. Не угадали, в какую сторону леса он пошел. Так что все. Антимаг снова ушел безнаказанным, хотя за собой стянул всю команду. Но это в целом для Инфомас повод пройтись по нижней линии и забрать вышку здесь. Они довольно быстро пушат, учитывая пассивку Биста, учитывая весь этот зоопарк. Они должны сейчас очень быстро уже вышки нести. Но хотят драться. Вверху прям драка какая-то уже начинается. Вон Миндер на хосте носится. Ауи спит. Но вдвоем они могут его забрать, но учитывая то, что здесь уже ультанул Монки Кинга, и Ауи достанется. Ну и радуется теник, что ноги у него хотя бы. Но хотя и за ним хотят побежать. Здесь уже пять растянулся на его душу. Кизу наорал на Бэйна. И Бэйн еще отстава орехи получает. Очень-очень болючий. И зоопарк его просто может добить. Он слепый себя, чтобы зоопарк просто отагрился. И не получается это сделать. Это минус. Дальше Кизу кидается вперед, чтобы мог зацепить как-то попытаться Монки Кинга. Хотя Рора у него не было, поэтому цеплять нечем. Ну вот перетянулись, забрали и не дали в обиду своего теника. Приятно. Опять с носом остался Легенка. Единственное, вот минус для Креди, что они пока не успевают за Эммочем, который в нагло отпушивает большинство линий. Им было бы здорово. Посмелее, посмелее. Они сейчас реально вот кораблик. И лупим Легион Командора. КП-шечки, конечно, много, но он должен уберечь. Надо догонять его. Барабана прожали, побежали, побежали. Все, есть. Я оказался здесь на перерезе. Это спасает ситуацию. Его сразу же законтролили и забрали. Ох, ну антимаг. Что у него там? Монта есть, Супербашер будет, но в целом два слота, которые хотелось бы собрать для того, чтобы начать драку, но желательно было бы еще и какой-нибудь себе оформить. БКБ, наверное? Учитывая то, что здесь через БКБ, разве что Бист может тебя стукнуть. А контроля много суммарно. То есть он на Хиггс может ловить и станчик какой-то шальной. Богатый. Богатый, ребят. Урадиент. Ленчик с линзой. Ленчик встал на тропу войны. Что-то у него с пальцами не задается. У него вот только один стак, как был, так и есть. Ладно, его команда лидирует 5000, пойдет. Главное, чтобы они увеличили темп. Тут вот ребята реально дают поводы для фида. Вот, например, МК хочет, но не может. Да, хотел, но не смог. Ну, МК, да, что-то он уже второй раз так вот умирает. На этом же месте. Причем в прошлый раз умирал, когда на елке сидел. Сейчас с елки слез, но это ему не помогло. И все-таки решили у нас заняться своим реализацией Еггиса. Ребята из Крэйзи. Да, ребята из Крэйзи. И они будут бить нижнюю вышку Т2. На мид тоже хотелось бы пройтись, но там уже навязав какую-то драку. А вот фришная вышка внизу уже ждет. Вскоряемся. Вскоряемся. Было бы здорово сейчас зайти на Т3. У них все для этого есть. Ну, а сейчас опять два саппорта наткнулись на Бейна одного. Просто раз это плохо закончилось, сейчас они вроде как должны его запокусить. Они выиграют время. Они выиграют время, им сейчас надо заходить снизу и заставлять возвращаться. Много урона, очень много урона. Вот зоопарк, бейсмастеры. Дабл дэмэдж еще. Так, зоопарк, мчин, бейтавар все начинает. И здесь глиф прожимается. Можно было бы какой-нибудь здесь придумать отход, но, к сожалению, Киза потерял весь свой зоопарк. Ну, ладно, у него остались два кабана и на том спасибо. Ну, просто не кратчей померли. Дальше продолжает драться уже Брайл с дабл дэмэджем. HFN подошел, чтобы вышку забирать минус пламя на вышке. Стянулись вроде как все сюда, но они не видят антимага. Возможно, это то, что их останавливает от того, чтобы развернуться. Но они получили много дэмэджа, особенно ВК. И решили, что надо бы все-таки отойти. Ага, ВК нашли. Засекли на варде. Сразу же сделать телепорт Бист, но без Блинка он вряд ли сумеет его зацепить. Очень вряд ли. Он и не собирается, что ли, по такому роду собирать. Ох, Блинк был у Тинника, но уже они его упустили. Он уже сделал Блинк Топаут. И башерон демага есть, он все растет. Так, что за арену? А, ареновый HFN. У него до конца Егиса еще 20 секунд. Он может успеть умереть и разменять этот Аегис. Но сейчас видим то, что он только реинкарнацию потерял. И погибает Бейн. Майкл тоже не должен жить, хотя HFN сейчас пока что не может остановить, потому что почистил от стана Попита своего тиммейта. Но сам Попит из-за этого может и погибнуть, что, кстати, не очень хорошо. Вот минус Аегис успел его потерять буквально за секунду до его окончания. Так что ему повезло, даже что он так подставился. Ну и Попиту все равно догнали, и Флова уже ВК разбирается с этим вопросом шутя. Вот еще минус 102 вышка. Теперь точно на Т3 можно заходить, просто разводить на Байбэк. Как раз вот ребятки идут, да, все необходимое для этого есть. Естественно, антимаг сейчас не боец, все, что он может сделать, это флипскипать. Но это пока его предел, пока как минимум не появится Эбис Лоблэйда. Да и другие герои не скажут, что бойцы. Вот, допустим, у Легион Командра есть Блинк и Барабан. Это хорошие артефакты, но урон, урон некому вписать вгновенный, кроме Меллины, вообще нет. МК хорошо оделся у него, Саблика и Блэкинг Бай, на самом деле, крутые шмоточки и нейтральный айтем был топовый, авамбрейс. Но... по Крискипл, антимаг не дал дозабрать казарму магов, но, в принципе, бог бы с ней, на половине КП она там долго не продержится. Ауи, зацепил, подзацепил антимага, у него джекпот выпал, еще и накричать на него напоследок, чтобы точно наверняка... Ооо, сочно подставился. Потерял бдительность и все. 8 секунд, одна ошибка, это ошибка, одна ошибка, это ошибся. И мне Бэбэка нет. Это антимаг далее. Ну, как это решает, слушаю, как это решает, что Бэбэка не слабая. Они могут предположить, что он там недавно закупался, он там недавно башер купил, они могут просто предложить, что Бэбэка нет и пойти. Да даже как-то не предположить, а просто на Бэбэк развести и опять же пойти. Но они вряд ли захотят без Аегиса куда-то там в сторону хайграунда так далеко двигаться, учитывая то, что у них все не отпушено. Но сейчас сами, смотри, Инфомас решили ответный. Ой, опять, опять срезали Манки Кинга. Как же ему тут больно-то оказывается. Да, под зоопарком сейчас еще и корабль на него попадает и он в стане стоит в вечном, вечно. БКБ прожимает, будет пытаться что-то отбивать, но, к сожалению, у него Бэйн уже погиб, так что в одиночку он здесь не сильно воин. Потратил 10-секундное БКБ, а нет, это уже было 9-секундное, прошу прощения, и отступает все-таки благодаря этому. Но зато на хайграунде оказался Мунминдер и сюда толкаются крипочки, а это значит, что можно и вышечку побить, если... Пора, пора, вы тележка. Тележку надефать, тележка святая. Кто угодно может быть? могут задефтить. Ну, нет, тележка, все, и тележка под этими аурами. На, сфиг как стреляет тележка. На. По-царски. Ай, прощаю. Они на вторая сторона. Да, молодцы, задавили. Слушай, они в хорошей форме, они могут дать бой. Они реально могут дать бой первым ребятам, Квинси Крю, потому что они так-то... Они на Квинси-то и не попадут, у нас Квинси против зумеров будут драться, ты их еще увидишь. То есть, ну, потому что они реально вот... Ну, что, они пока нормально сидят, они давят. единственное, что в их пике меня смущает Таврис Кинг, который, на самом деле, если бы он не успел продавить, то там могли бы быть проблемы против антимага. Но они прям... Только он команду успела. Вот, это минус у нас подъехал еще и по Манки Кингу. Так, давай-ка включим байбеки, будем смотреть на байбеки. И видим то, что с байбеком, в принципе, 800 рублей не хватало, он его докупил. Но он остается 1.3. Короче, они очень круто захватывают преимущество. То есть, видно, что ребятки давят, ребятки круто реализуют корабль, все остальное. Они заставляют Айма драться, Айма драться, естественно, не хочет, но придется. Придется, потому что сейчас мега-крепы уже на подходе. Два барака отделяют от мега-крепов, Папиту поймали, Папиту держат, Папита ничего не смог сделать. И есть все-таки финсгрип по кизу, который долго не продержался. Дальше Антимаг начинает воевать. Навоевался на половину ХП, отскочил подальше, еще два байбэка прижимаются, теперь нужно что-то делать, пока не закончил с БКБ. Но он закончил с Манки Кинга, и он теперь может просто не уйти, из байбэка умирает, и все, все, здесь он уже ничего не сделает. Можно писать ГГ. Еще последний какой-то сольный выход от Антимага планируется, но он здесь без БКБшки контролится на изи-чах. Его избивают, его убивают. Это Бионгл Блайкстриг для товарища и Чифена и ГГшечка для команды Крейзи в целом. Сочно. Как хорошо, слушай, видеть этого бестмастера. Одна драка минус Т2, вторая драка минус Рошан, третья драка минус База. А его тоже так, то сочно подапали-то вот в этом патче, который выходил. Так что он... Ну как, его сначала, типа, опустили, потом апнули, но... В среднем все то же самое осталось, да? Герой, ну, герой, да, все еще хорош. Герой хороший, он сыграл, и Крейзи все-таки забирает себе достаточно легко эту карту, она даже 30 минут по итогу не продлилась. Сколько? 28, получается, она закончилась. Ну-ка. Да, 28,5 минут понадобилось команде Крейзи, чтобы вынести противников, и антимаг просто не успел. Не успел, и в такой ситуации, наверное, действительно, и Супербашера с Монтой уже было бы маловато, учитывая затар противников. Вот, такая вот ситуация, но мы будем уходить на Next карту, будем ее ждать, и она совсем скоро начнется, там уж посмотрим, Крейзи смогут закрыть 2-0 на своих противников, или все-таки InfoMS поборется. Все-таки это тоже мощно вылет, и здесь нужно выкладываться на полную. Но вы далеко не расходите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok